АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь вот этот новый формат дал им возможность присоединиться к нам опять. И это замечательно. Казалось еще совсем недавно, что в этом году из-за этой злосчастной эпидемии конференция наша не состоится. Но тут на помощь пришли нам современные технологии и наши коллеги, которые с ними хорошо знакомы. Это Розанна Владимировна ЦХУ, это Андрей Всеволодович Парибек, и помогавшие им Марцис Юрьевич Гасунс, и Ангелина Дмитриевна Буреева. От меня, и я надеюсь, что от всех вас огромное им за это спасибо. Я не стал отказываться, когда организаторы мне предложили поставить мой доклад первым. Потому что тематически он не вписывался просто ни в одну из наших панелей, ни в одну из наших традиционных секций. Если бы еще было хоть пара докладов, то это можно было бы объединить под рубрикой «Россия» и «Индия» или что-то в этом роде. Но поскольку таких докладов больше нет, то вместо длинной вступительной речи я просто и зачитаю этот свой доклад. Если возникнут вопросы, лучше пишите их в чат. Время останется, я отвечу устно. Если не останется, отвечу письменно. Четверть века назад, в середине 90-х годов, я уже делал доклад на эту тему и опубликовал статью. Но недавно мне захотелось снова вернуться к этой теме. Прежде всего, выяснить, а что, собственно говоря... Да, и доклад, и статья, там речь шла о чем? О том, что индийская притча о человеке в колодце составляет такой смысловой стержень произведения Толстого, известного под названием «Исповедь». И второе, что завершающий этот текст, «Исповедь», «Сон Толстого» является такой своеобразной, интересной трансформацией той же самой притчи. А вернулся я к этой теме вот потому, что мне захотелось узнать, а что же думают об этом, об этой притче, об этом сне специалисты по Толстому. Они называют себя толстоведы. И вот я, надо сказать, прочитал, надеюсь, все или почти все, что по этому поводу написано в нашем толстоведении. Попутно выявился ряд интересных новых фактов. И вот теперь я хочу изложить все это вместе. Лев Николаевич Толстой в начале, в середине, простите, своего жизненного пути, вот как раз тогда, когда он был изображен примерно на этом портрете, внезапно, очень остро ощутил, осознал конечность своего существования. И в результате сама жизнь открылась ему, как вот его словами «зло» и «бессмыслица». Он прошел долгий путь сомнений и поисков, и в конце концов нашел выход в вере. Первое произведение, которое он написал после того, что он называл новым рождением, и была вот эта самая исповедь. Это описание проделанного им пути от отчаяния и неверия к вере. И начал он, естественно, с описания испытанного им вот этого ужаса перед неизбежностью смерти, когда все блага мира показались ему таким усыпляющим обманом. И эту ситуацию он удивительно полно и точно выразил, передал словами древней притчи, которая является индийской притчей, которая всем вам хорошо известна, потому что она есть и в брахманских, и в буддийских, и в джайнских источниках. Коротко говоря, в этой притче на путника нападает разогреванный земля, дверь. Убегая, путник падает в колодец или высохший колодец, или в яму, но хватается за корень дерева или за ветку, и висит над этой ямой. На дне колодца дракон готовил его пожрать. В индийской притче в оригинале, там еще по сторонам, по стенам колодца этого, четыре змеи ядовитых, которые тянут к нему свои жало. Белые и черные мыши грызут корень или ветвь, на которой он висит, и вот-вот он сорвется в пасть дракона. Но с вершины, из пчелиного улья, падают капли меда, и человек ловит их языком или лежит с листьев, и сладость эта заставляет его забыть о неизбежной скорой смерти. Эта притча дает Толстому прекрасную возможность описать свое тогдашнее состояние. И он пишет, «Так и я держусь за ветки жизни, зная, что неминуемо ждет дракон смерти. И я пытаюсь сосать этот мед, который прежде утешал меня. И я пытаюсь... А, простите. А белая и черная мышь день и ночь подтачивают ветку, за которую я держусь. Мед уже не сладок мне. Я вижу одно неизбежного дракона и мышей, и не могу отвратить от них взор. Те две капли меда, которые дольше других отводили мне глаза от жестокой истины, любовь к семье и к писательству, которое я называл искусством, уже не сладки мне». И для дальнейшего нам важно еще, что Толстой дальше классифицирует людей по их поведению в этой общей для всех ситуации притче. по их поведению в этой общей для всех ситуации. Первая категория – это люди, не желающие или не способные знать, что жизнь есть зло и бессмыслица. Они не видят ни дракона, ни мышей, а лишут капли меда. Второй выход – это эпикурейство. зная безнадежность жизни, не смотреть ни на дракона, ни на мышей, а лизать мед самым лучшим образом, особенно если его на кусте попалось много. Третий выход – самоубийство. Тогда Толстому казалось, что это самый достойный выход. И четвертый – это выход слабости, понимая зло и бессмысленность жизни и продолжать тянуть ее. И себя Толстой причислял именно к этой категории – слабых людей. Не только первая половина текста «Исповеди», но и черновики Толстого к этой книге содержат много отсылок к этой притче. Даже в самом первом наброске плана будущей книги среди нескольких буквально узловых моментов один обозначен как ужас путника. Это явно, конечно, относится к притче. Есть свидетельство того, что притча была в сознании Толстого задолго до начала работы над исповедью. В одном из черновиков он прямо пишет, что когда я писал, кончал свою книжку Анна Каренина, отчаяние дошло до того, что я ничего не мог делать, как только думать о том ужасном положении, в котором я находился. И, судя по всему, это отчаяние уже тогда было в его сознании связано с образными притчами. Для меня стало неожиданным откровением знакомство с работами Галины Яковлевны Галаган, петербургского, ленинградского еще литературоведа, специалиста по Толстому, которое очень убедительно показало, что образность притчи существенно повлияла на самый замысел романа. В Анне Карениной получили образное воплощение, в частности, все четыре вида реакции на ситуацию притчи из исповеди, которую я только что упоминал. Это, во-первых, путь неведения Каренин и Вронский, это путь эпикурейства Стива Облонский, это путь силы и энергии, это Анна, которая совершает самоубийство. И, наконец, путь от слабости к прозрению, это Левин. Левин, как известно, это, так сказать, рэго самого Толстого. И Галаган пишет, внутренне друг с другом соотнесенные эти пути жизни определяют социально-философскую направленность романа. И она прямо связывает эти четыре пути жизни с притчей. Об изменении в ходе романного действия жизненных позиций Каренина и Вронского в ее работе сказано, чувство Анны разрушает все удобства неведения обоих героев, заставляет увидеть и дракона, ожидающего их на дне колодца, и мышей, подтачивающих куст, за которые они держатся. И мировоззренческую кульминацию романа «Предсмертный монолог Анны» Галаган тоже связывает с притчей, видя в нем художественно воплощенный синтез философской проблематики той части исповеди, которая строится на сцеплении ощущения зла и бессмыслицы жизни и условно-символического уподобления ее физиологической потребности в сладости. Вот эта сладость все время возникает и в монологии Анны, и в других местах романа. Все это позволяет заключить, что, вероятно, именно размышления на нашей индийской притче дали первичный толчок к созданию исповеди. Но давайте вернемся к самой нашей притче. Как она попала к Толстому? Каково ее происхождение? Каков главный смысл? В библиотеке Толстого в Ясной Поляне есть экземпляр пролога. Это собрание по учению и отрывкам из житий святых на каждый день года. И закладка Толстого в книге лежит как раз на нашей притче. Это день 19 ноября, день святого Варлаама. А другая закладка лежит на житии Иоасафа Царевича Индийского. Ну, то есть ясно, что Толстой, конечно, знал, что это индийская притча. И ясно, с другой стороны, что в пролог она попала именно из повести о Варлааме и Иоасафе, из текста, который широко разошелся по христианскому и мусульманскому миру. Создан он был, как в свое время очень убедительно показал Владимир Кириллович Шохин в Индии, индийскими христианами. Но это не означает, что притча имеет христианское происхождение. Есть основания считать, что она была известна в Индии до начала нашей эры. Но, например, в раннем слое языка и стиле Махабхараты есть пословица, несколько раз употребляемая, которая гласит «Тот, кто видит только мед, не сознает опасности падения». Ну, ясно, что имеется в виду как раз эта притча. А это уже, ну, это заведомо, это первые века до нашей эры. Возникает вопрос, как же сформирован этот образ притчи, такой яркий, сильно воздействующий, запоминающийся. Может ли это быть искусственно построенная аллегория, специально вот созданная, чтобы проиллюстрировать конкретную идею религиозную? Но вряд ли искусственная аллегория могла вот так сильно воздействовать на людей разных культур, разных религий и распространиться от Тихого океана до Атлантического. Направление, в котором следует искать ответы на вопрос о происхождении и притче, очень давно указал, кто бы вы думали, якобы Гримм, основоположник, можно сказать, такой сравнительной фольклористики, мифологии. В своих работах он сравнил центральный образ притчи с древнегерманским мировым древом, с ясенем Игдрасиль, у корней которого лежит мировой змей, по четырем сторонам стоят олени, грызущие кору его, и с вершины его подают капли меда. Змей грызет корень дерева, белка делает тоже с ветвями. В восточной притче, знакомой Гримму по переводам Варлаама и Асафа, а также Калида и Димны, он видел фрагмент, возможно, искаженный древнего мифологического образа. Если мы идем дальше, в направлении, указанном Гриммом, то мы видим, что источником образа притчи является архаико-мифологическая картина мира, присущая разным культурам носителей индоевропейских языков и, по-видимому, их общим предкам, протоиндоевропейцам. В центре Вселенной мировое древо. На его вершине источник обновления жизни, живая вода. Это вот индийская амрита, это мед или мед, мадгу, или это сладкая ягода, или это золотые яблоки и так далее. Здесь же часто это птица или пара птиц. По сторонам дерева четверо животных. Ну, в скандинавской мифологии это олени, в индийской это, ну, на змей, на гарадже, как вы знаете. У подножия это змей или дракон. При корнях дерева у индийцев в нашей притче это мыши, у славян, например, бобры и так далее. Этот мифологический образ, этот мифологический образ мира у народов Европы нашел воплощение в специфической ритуальной конструкции, которая использовалась в обрядах календарного цикла, но прежде всего в весенних, почему она и называлась майским деревом. Основным элементом ее выступал столб, очищенный от коры и сучьев ствол дерева. Через вершину на него часто надевалось колесо или венок, которые подвешивали в горизонтальной плоскости. На самой вершине помещались символы обновления жизни или изобилия. Это была там либо корзинка с плодами, либо колбаса, бутыль вина и так далее. Движение осуществлялось в двух направлениях. Во-первых, по вертикали участники состязались с влазаньями по столбу с опримещенными на вершине вот этими символами обновления жизни. Второй вид движения круговой по ходу солнца. Участники водили хороводы вокруг столба, а иногда держась за веревки, прикрепленные к подвижному колесу на вершине, кружились вокруг столба, как на карусине. В сельской Индии описано много обрядов во всем подобных этому майскому дереву и часто они приурочены к весеннему равноденствию. Специфика Индии сказывается в том, что там уже на вершине не вино и колбасы, а, например, кокосовый орех или кулек со сластями. Эти символы обновления жизни являются объектом вертикального движения вверх по столбу, ну, как на этом слайде, то есть на этой картинке. И это движение по столбу носило состязательный характер, то есть состязались в разные члены общины. В других случаях на столб восходил представляющий общину жрец. Его там подвешивали на веревке, либо он сидел в петле при этом, либо его цепляли крюком, который вонзался в мышцы спины. Цепляли к одному из концов поперечной подвижной перекладины, и его ассистенты, так сказать, орудуя другим концом поперечины, сидя на специальной площадке или с земли, оборачивали его вокруг вершины столба. И после этого сельский старейший наему вручал кокосовый орех со сладким соком внутри, тоже один из символов амриты. В Восточной Индии, да и не только в Восточной, и в Центральной, и Южной тоже распространен вот такой обряд Чаракпуджа, когда вокруг столба вертится несколько участников, подвешенные на крюках, цепляемые за мышцы спины. Участник, который проходил через этот обряд, в награду получал кокосовый орех, ну опять же, или подслащенную воду, ну опять же, символ вот этой живой воды, я бы сказал. Обряды эти, несмотря на то, что они часто встречаются у племен сейчас, но по происхождению они индоарийские, безусловно, и они засвидетельствуют ведейской традицией, потому что, например, обряд регулярного обновления власти царя ведейский, Вадзапея, то есть вот это испевание жизненной силы, собственно говоря, это вот точно такой же обряд, и, видимо, он происходит именно из календарных обрядов. Царь поднимался по лестнике к вершине столба, обращался каким-то образом вокруг ее и приобщался разного рода символом изобилия и обновления жизни. Цель обряда ясна, это символическое вкушение на вершине мира живой воды, вот Амрита, дающий силы царю на новый период правления. В ранних упанишадах образность, связанная с мировым древом и его вот этой репрезентацией в ритуале, используется для описания мистического восхождения к божеству иногда. Появляется, в частности, образ человека, который в поисках высшего знания вестит на дереве под источником Амриты или меда, или мадху. Образ имеет, возможно, какую-то протоиндоевропейскую основу. Во всяком случае, он очень напоминает образ скандинавского Одина, висящего на мировом древе ради обретения знаний рун. Понятие, я бы сказал, параллельное и иногда взаимозаменяемое с другим понятием медпоэзии. Но возвращаясь к индийскому этому образу, надо сказать, что мы видим, что на раннем этапе развития индийской религии мыслители пытались вписать вот это новое открытое высшее начало, конечную реальность, Брахман, в архаическую картину мира, то есть помещали его куда-то там на вершину мироздания. Но в ходе развития религиозной мысли сформировалось представление о Брахмане как о трансцендентной реальности. Параллельно и в буддизме его высшая цель нирвана оказалась вынесенной за пределы сансарного мира. В текстах буддизма и раннего индуизма появляются прямые призывы к разрушению в сознании адептов архаического образа мира. В Махабхарате, например, в Гите Ивануфгите можно встретить описание мирового древа, за которым сразу следует призыв срубить его острым мечом знания или срубить его мечом непривязанности. Вот в ряду этих призывов уничтожить в сознании архаический образ мира стоит и наша притча о человеке в колодце. В ней высшая ценность древнего мировоззрения, источник обновления жизни на вершине мира подвергается отрицанию. Круговорот жизни во Вселенной, который был призван стимулировать древний ритуал, то есть, простите, стимуляцией которого служил древний ритуал, представлен как ловушка, как капкан, цепь мучительных перерождений. Из которой надо выйти. То есть, вот запомним, что замысел мессендж, я бы сказал, индийской притчи о человеке в колодце состоит в отрицании древней мифологической картины мира. И вернемся теперь снова к исповеди Толстого. Через три года после написания исповеди, перечитывая текст при подготовке к печати, Толстой не мог не ощутить дисбаланса между первой частью сочинения с исключительно сильным по своему воздействию эмоциональному образ притчи и второй частью его, второй частью исповеди, в которой он формулировал свое новое, вот это послепереломное мировоззрение и завершалась эта вторая часть подробной и очень рационалистической, я бы сказал, сухой критикой церковного православия, его догматики, его нетерпимости, его отношения к войне и так далее. И вот в тот момент, вероятно, перед Толстым и встала задача найти образ, который символически воплотил бы в момент последовавшего за кризисом перелома, то есть обретения веры, и этот образ должен был бы по силе своего воздействия быть соразмерен образу притчи о человеке в колодце. И, как говорил сам Толстой, перечитав свое сочинение, он через некоторое время увидел сон. Этот сон, как ему показалось, настолько полный и глубоко выразил самую суть сочинения, что Толстой приложил описание этого сна к книге как новый финал. Во сне Толстой ощущает себя лежащим как бы на своей постели, но потом выясняется, что он лежит на каких-то веревочных помощях, то есть на этой веревке. Он шевелит ногами, и эти помощи одна за другой выскальзывают из-под его тела. Я вижу, что дело совсем портится. Весь низ моего тела спускается и висит. Тут только я спрашиваю себя, где я и на чем я лежу. Я на такой высоте, какую я не мог никогда вообразить себе. Смотреть туда ужасно. И я чувствую, что от ужаса я теряю последнюю державу и медленно скольжу по спине ниже и ниже. Еще мгновение и я оторвусь. Что же делать, спрашиваю я себя и взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу. И действительно я забываю. Бесконечность вверху притягивает и утверждает меня. Я также вешу над пропастью, но я смотрю только вверх и страх проходит. Я оглядываюсь и вижу, что подо мной, под серединой моего тела, одна помощь, и что глядя вверх, я лежу на ней в самом устойчивом равновесии. Оказывается, что в головах у меня стоит столб, и твердость этого столба не подлежит никакому сомнению. От столба проведена петля. Если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении. Все это было мне ясно, и я был рад и спокоен. И как будто кто-то мне говорит, смотри же, запомни, и я проснулся. Это, конечно, очень сильный образ. И он уравновешивает притчу, он ей функционально равнозначен. Но близость этих текстов не только в этом. Сходно описываемая ситуация. Человек висит над ямой или бездной, грозящей смертельной опасностью и испытывает сверху некоторые воздействия на себя. Спасительное, то успокаивающее, простите, но в одном случае спасительное, а в другом усыпляющее перед неминуемой гибелью. В притче и в сне отражена та же последовательность психологических состояний. Ужас, ожидание падения, гибели и успокоение, избавление от страха, приходящее сверху. Сходство ситуации подкрепляется использованием в сне, в описании сна, ключевых слов, так сказать, из притчи. В одном случае висит, он висит, я вишу, держится, держусь, держава, оглядывается и видит, оглядываюсь и вижу, мыши, подтачивающие мою опору, точка опоры, на которой я держусь. Ну, тут очевидна связь. В том круге толстоведческих исследований, с которыми мне удалось познакомиться, почти нигде сон в финале исповеди не ставился вообще в связь с притчей в ее первой части. Его обычно рассматривали отдельно. Исключение составляют работы Елизаветы Николаевны Куприяновой. Он работал еще в 60-х годах. Вот она в одной из работ назвала этот заключительный сон как бы продолжением плитча человека в колодце. Но тут надо уточнить, если это продолжение, то очень своеобразное. Два текста рисуют сходную модель мироздания с человеком в нем, но оценки того, что не сходит на человека с вершины древа или из бездны вверху, в них противоположны. Если в плитче это одурманивающее сознание и ведущее к погибели сладость, то в сне сверху приходит спасительная вера. Скорее можно сказать, что сон это трансформация плитчи. И механизм порождения этой трансформации очень интересен. Секретарь Толстого в 1907-1999 годах Николай Николаевич Гусев однажды его спросил «Лев Николаевич, вы действительно видели этот сон?» И Толстой ответил «Это действительно видел, это я не выдумал». И вот в этом наши же толстоведы не верят Толстому. Они их можно понять, потому что они изучают художественное творчество. И как бы он не отрекался от билетристики, от писательства, для них все, что он пишет, это искусство, это художественный прием. Они высказывают такие мнения, что, например, «Сон в финале» это притча, которую Толстой искусственно создал по образу притч в древнерусской литературе. Или утверждают, что Толстой написал финал исповеди по образцу житийного жанра ведения. Ну, я не буду вдаваться здесь в подробности, аргументировать, скажу просто сразу, что неверно и то, и другое. Просто они не хотят допустить, что Толстой мог и в самом деле описать свой сон. Но если мы обратимся к психологии творчества современной, то мы найдем массу примеров того, как решение сложнейшей научной или художественной задачи приходило во время сна. Такие открытия современная наука рассматривает в контексте общепризнанной уже последовательности основных фаз в креативном процессе. Сначала художник или ученый ставит проблему и предпринимает первые неудачные обычно попытки ее решения. Затем решение проблемы откладывается. Человек занимается другими делами, отдыхает или спит, но при этом продолжается бессознательная переработка информации. Это называется инкульционный период. И потом наступает момент инсайта, озарения. Обычно из сна выносится ну как это они определяют термином фигура, некая фигура, неясный образ, который только после пробуждения возможно еще в таком дремотном состоянии вербализуется уже и осознается и подвергается развертыванию синдроматическому. Не случайно и Толстой Гусеву говорил о снах, что они слагаются в момент пробуждения. И если так, то мы можем восстановить процесс, приведший Толстого к созданию сна в финале исповеди следующим образом. Перечитав исповедь, Толстой должен был сосредоточиться, как я уже говорил, на поисках образа, который с той же силой воздействия, что и притча, воплотил бы его душевное состояние, но уже после перехода от отчаяния к вере. Решение, по-видимому, долго не давалось, но неожиданно было найдено, даже, можно сказать, увидено в этом утреннем сне, а потом стал развертываться нарратив. Новый финал исповеди, очевидно, был вынесен из подлинного сна и представлял собой бессознательно произведенную, представлял собой в своей основе, конечно, такую бессознательно произведенную переработку притчи о человеке в колодце. Но переработку в каком направлении? Дело в том, что в сне по сравнению с притчей произведена полная переоценка полной инверсии ценностей. Если притча была отрицанием мифологической картины мира, то в сне Толстого сама притча подверглась отрицанию. Мифологический образ человека, висящего на древе, вкушающего неисходящую с вершины жизненную силу, оказался в общих чертах восстановлен. При этом Толстой отбросил всю экзотическую образность притчи и свел обстановку к набору простейших реалий сельского быта. Столб, веревки эти помощи, петля, в которой висит человек. Так что его описание как бы возвращает нас к наиболее примитивным формам архаического обряда. Можно только поразиться интуицией художника, которая позволила ему вжиться в переводной текст чужой древней культуры настолько, чтобы извлечь из него ту древнюю мифоритуальную схему и тот образ, от которых эта притча при ее создании отталкивалась. И я полностью присоединяюсь к точке зрения Александра Яковлевича Сыркина, который тоже интересовался и интересуется индийскими мотивами у Толстого и который на материале других произведений писателя пришел к выводу, что, цитирую, глубинные пласты мифологического сознания и архаической обрядности неожиданно отражаются в творчестве писателя, в созданных им образах. Далее следует цитата из дневника Толстого. «Главная цель искусства та, чтобы высказать такие тайны, которые нельзя высказать простым словом. Искусство есть микроскоп, который наводит художник на тайны, на тайны своей души и показывает эти общие всем тайны людям». И последнее, что пишет Александр Яковлевич, «И границы подобного высказывания могут уже не зависеть от замысла художника». Ну, на этом я заканчиваю. Спасибо вам большое за терпение. Спасибо, Ярослав Владимирович. Пожалуйста, если есть вопросы... Не вопросы, просто немножко Ярослава Владимировичу сказать. Пока вопросы начнутся. Ярослав Владимирович, здравствуйте, во-первых. Привет, привет, Витя. Слушай, вот насчет жреца на дереве, я просто напомню литовский сюжет. Если понадобится в дальнейших исследованиях, это наш знаменитый образ литовской традиции, это жрец Лиздейка, который вообще способствовал дальше сну Гедеминоса, когда Вильнюс был основан. Так вот, Лиздейка, само название свидетельствует, его имя свидетельствует, что он найден в гнезде, он гнездовой. То есть, легенда такая, что вот этого жреца, как ребенка, нашли на дереве. То есть, вот, это такой образ есть в литовской металлогической традиции, и если в дальнейшей разработке, вот, жрец на дереве, то я просто, вот, мы можем списаться, и я тогда найду этот материал и представлю. Вот, все, дополнение закончил, спасибо. Спасибо, Витис. Литовские материалы, они вообще всегда бесценны для эндоверапевтистических разных сравнительных исследований. Спасибо. Спасибо, Слава, огромное спасибо, потрясающее, просто, просто откровение. А скажите, пожалуйста, дерево, растущее корнями вверх, имеет к этому какое-то отношение? Да, ну, в общем, это, да, это, ну, взаимозаменяемые образы. Собственно говоря, вот, в Хагавадгите там есть это дерево, которое нормально нет, там, по-моему, как раз корнями вверх. Ну, в общем, так и другое. Корнями вверх, Это все равно древо мира, и все равно в этих ранее индийских источниках его требуется срубить. Спасибо. Здравствуйте, мне очень приятно, я очень рада сегодня здесь быть. Спасибо большое вам, спасибо большое Натусу Юрьевичу, спасибо большое Ярославу Владимировичу, всем-всем. У меня такой вопрос. Фактически состояние, которое вы описываете, это состояние третья фаза сна, то есть это переход от сна к реальности, когда человек начинает полуосознавать, то есть включается его частично, его какой-то элемент сознания, но он еще находится во власти, так сказать, сна. То есть это фактически йога, йога-нидра. так получается. И второй вопрос. У других писателей, я вот сейчас впервые провела параллель, есть нечто подобное, в частности у Милорода Павича. Здесь идет речь как бы о перекрестных параллельных мирах. То есть у Милорода Павича там показано два человека. Один, когда засыпает, второй просыпается и он начинает действовать. И в тот момент, когда они пересекаются, оба умирают. Можно ли здесь провести такую параллель о том, что сознание каждого человека существует в параллельной реальности и проживает соответственно одновременно несколько жизней, находясь в параллельных реальностях? Имеет ли это какой… Может ли быть отсюда, что вы говорите дерево, которое перевернуто корнями вверх? Если у нас дерево перевернуто корнями вверх, получается, что оно отражает, является отражением реальности. Вот можно ли с этой стороны сюда подойти? Не знаю, но на этот счет мне трудно что-нибудь сказать. Древо, которое растущее корнями вверх, это собственно говоря просто вот, ну, это картина развертывания мира. Это просто, ну, просто два взгляда разных на мир, вот это дерево, дерево такое и такое. А что касается, мне трудно вот со второй части вашего вопроса дать, какой бы это ни было ответ или комментарий. Что касается первой части, вот это сопоставление этих разных фаз сна современной психологии и фаз сна в индийской традиции, мне это пока не приходило в голову, это очень интересно, надо будет попробовать чего-нибудь. Спасибо. Спасибо большое. У меня только восхищенная реплика, доклад великолепный, это, мне кажется, просто такое гуманитарное прозрение, которое одновременно является и вкладом в толстого ведения, и вкладом в психологию творчества. Это блестящее, совершенно великолепное и глубокое эссе. Большое спасибо, Боряслав Владимирович. Вам спасибо большое, Леонид Иванович. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok